нам дадут сказать слово друзья мы продолжаем и представляет всех теперь электро страус чтобы хоть какое-то слово сказал а также расскажет свое 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 видение того что случилось в прошлой серии начался представь знаете так ну у нас ведь ведет игру сегодня наш солнцелики братец ву также у нас робот-медик бонзай жестокий командир который исполняет сутки красных приказ и избавлять байки lemming кто-то там какой-то чел джош собака ну и я подорвавшись однами без ног расскажи свои видения прошлой серии что произошло с твоей точки зрения серии предыдущей серии у нас один наш товарик он пошел в сама волку прослушался приказа начальства из-за чего конечно он наш товарищ так конечно 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 и он был приговорен к расстрелу приказ немедленно и был исполнен так что как итог минус 1 1 персонаж один персонаж подорвавшись на армении и один робот истекает масло и на этом мы продолжаем хорошо начали того место где закончить что там с роботами лечение происходит до какова диспозиция получается что у нас паровозиком сейчас робот лечит страуса джош лечит робота именно так человек многоножка ремонта вот видите вы волновались что много вещей взяли налегке оружие пока еще осталось до хорошим коле у нашего как бы бывшего товарища были был при себе некий паек когда его гопнули рейдеры то возможно что и у нас какие-то хотя бы дневные пайки у каждого при себе ну да у вас у вас осталось попали дневных пайков у каждого ну вот видите уже так все грустно даже есть что покушать так единственное действие с патронами у вас будет немножечко жестко но это я скажу когда не закончится самый ненужный момент экономить они бы в любом случае мы же понимаете мы смотрим на эту тропинку она как бы намекает и поняла мимо вас про проезжает паровоз истории как там паровозик томас истории да точно нужно ли нам скипнуть какое-то время типа там на то что вот там у нас сейчас происходит обследование вы можете попытаться найти броминов если хотите научите что я вам я вам задаю так что на каждом на каждого брамина у вас 20 на 80 шанс что вы встретите либо банду рейдеров либо бромин а 20 это стриг 20 процентов у вас что на что вы стоите что вы найдете брамины и 80 что найдете приключений а как это до соты кидаете если вы падаете в 20 вне зависимости от навыков натурализм независимо сейчас да это чисто чисто истории нарратив там там наш 20 на 80 до 100 кидаем и только до только одна пятое найти брата да это не стоит того командир принял решение мы не играем в эти игры нам не нам не нам не нужны лишние приключения хорошо в общем мы лишились всего запаса говядины да да это говорит о том что нам нужно как-то быть посплоченнее слушать меня что можно можно проанализировать местную флору на пригодность для еды можем ли мы дать что-то нарубить как натуралисты либо вам просто нужно двигаться дальше потому что у вас до выхода к пустыне несколько дней осталось там 3 а это поэтому я спросил типа нужно ли нам сейчас условно воспринимать эту текущую ситуацию как вот типа вот мы разбили лагерь такие типа нужно скиднуть какое-то время я думаю то что нам в любом случае нужно будет в окружности да вот уверены что это мудрая идея разбивать лагерь там где внешние силы знают что присутствует кто-то еще и будет развивать вашу а сколько нам нужно времени на то чтобы залатать там вот вот этого плана буквально полчаса что по быстрому все это так тогда конечно мы типа латаем условно там короче ставим заплатки и идем дальше до какого-то условно хотя бы безопасного места хорошо тогда я дальше у вас переходит все в режим истории и ваш караван уже без броминов двигается на куда вы там двигались на на запад местность в напоминаю что были такой холмистой местности мест начинает понижаться и постепенно ваша дорога переходит в такое ущелье невысокая которая начинает опускаться ниже и ниже и вы чувствуете как влажность начинает увеличиваться и к вечеру этого дня вы уже чувствуете запах гнилостных испарений болотистый серный и впереди перед вами вырисовывается все больше каких-то луж топий и вы входите в местность радиоактивных болот где особо не разбежишься только в рамках тропы вы можете двигаться вперед продолжаем движение вперед что лягушки всякие прыгают лягушки конечно прыгают 50 килограммовых рогатых а у нас идет ли какой-нибудь вот ну вот типа мы золотая да вот например не знаю того того же страуса лечение вас будет время отдыха только стабилизировались до к вечеру вы находите более менее удобное место сухое то что переночевать местность стала совсем уже болотистый туманной активно влажный началась какая-то морозь болото вокруг раздаются раздаем болото вокруг издают запах серы звук жужжащий к этому шкары вдалеке и периодически подозрительный какой-то вой то ли газы выходят из болота то ли собака баскривили что такое знаете гнетущее когда вечереет небо перестает быть видно вы погружаетесь в болотный туман можете разбить владель на ночь а у нас оценивая как бы диспозицию у нас нету вариантов там скоро выйти из этого болота мы либо вам нужно через него пройти любом случае дальше нас равно в болоте да имею ввиду что двигаться в начину вряд ли типа все равно но не болото это не очень удачная идея значит придется разбивать лагерь прямо здесь ну с учетом ситуации как бы я видимо остаюсь часовым потому что у нас ранее рисуй лагерь джоши до нас целые только джоши я поэтому часовым буду я потому что у меня скиллы более подходящие вот хотя блин не джошу же робота можно выставить робот ну робот побитый так и чё можем ли мы починить робота и выставить его часовым одновременно но в принципе да если на ремонт протянет у нас страус джош или страус который мой страус нас ремонтник по лучший да лучше конечно страус но по-моему он там чуть лучше да нет 42 против 70 1 а у тебя подожди у тебя ладно окей ну тогда ты ремонтируешь да пусть ремонтирует тот кто лучше умеет кидай 78 ты будешь долго копаться на ремонт не удался к сожалению забыл плюс 15 ты забыл так ты напиши плюс 15 я не осуждаю тебя человек не осуждаю это могло случиться с любым из нас разордесят семь да потому что я тоже попробовать монтировать или не у тебя меньше сейчас есть если бы у тебя был больше значение ремонта то я бы тебе разрешил ну придется как бы раненому роботу нас насторожить видимо ничего страшно я справлюсь глубина самопожертвования конечно поражает и заставляет грустить робот а я на кроме трендаю я тогда ты дай то вас на свой натурализм попала да я правильно понимаю конечно хорошо тогда у вас эта ночь пройдет спокойно можете делать заявки человек какие-то на ночь до 5 ничего особенного могу ли я как могу ли я какую-то на небольшом к примеру радиусе от лагеря провести разведку на предмет того чтобы там возможно обнаружить что-то интересное или просто хотя бы получить какую-то информацию мест давай кидай свое натурализм или что там у нас на этого ну к разведки как ну тут два варианта либо натурализм либо восприятие не знаю как все разуме там есть я бы конечно хотелось натурализм сейчас это примерно 1 натурализм только натурализм здесь подходит больше ничего давай натурализм кидай с модификатором минус 20 потому что темно и туман это 68 68 да ты не выпадает я конечно поэтому видео интересного не находишь а я хочу пока половить всякий я уже сказал земноводных давай здесь тоже натурализм надо кидать тоже натурализм сейчас погоди дай посмотри сколько у меня натурализм мужички сели рыбалочка вот это все пятьдесят пятьдесят шесть ты не выпадаешь наш модификатор она хотя ладно давай на охоте без модификатора ты наход ты набираешь всяких местных земноводных и насекомых съедобных на один дневной рацион запиши себя шутят три дневных рацион хотя бы съели уже не так что два остальных по одному кого-то еще заявочки будут она страус возился с роботом ну да еще как сделал все что мог да хорошо утро наступает у кого там были у нас ранения сразу тебя восстановить 26 здоровья себе робот как-то восстанавливается или прямо вот починить можно раз на ремонт уже не там же не сжимает робот не регенерирует себе пятерочку можно восстановить тут как-то сложно ну то есть типа я могу я сразу сам регенерировал можно проводить утра на вас на это время идет давай вечером но ты думаешь не случится ничего до вечера ну смотри если мы сейчас будем ремонтировать то мы сможем меньше пройти нам нужно отсюда выбраться можно да да пока световой день надо делать тогда давайте идти дальше сейчас идем дальше по болоту выставитесь как вы идете кто у нас самый самый страус я понял я понял я за не украл тебя дальше пойдет джош дальше пойду я чтобы я чтобы случай нападения сразу пристрелить заметьте сказал через некоторое время вы начинаете замечать что тропа перед вами покрыта какой-то слизью смотри поскольку снова же не первый день на пустоши живем можно посмотреть и понять типа что это такое это слизь вы здесь вы в этих местности никогда не были поэтому не знаете предполагаю что то явно ничего хорошего или дружелюбного то есть мы ничего не можем узнать об этой слизи мы просто пойдем таки ну слизь началась а может мы когда боюсь януслись но нет а периодически встречаются как полосами таким как будто нечто ползло проанализировать на какие-нибудь токсины или кислоту да конечно муж какие-то встроенные датчики ну как у медицинского робота наверняка что то есть она немного радиоактивно я сообщаю своим спутникам что это анализ показал что слизь немного радиоактивно как лучше не лизать простите лучше не нюхать несмотря на то что довольно туманно все вокруг окол классном то есть оформляешь молодец вы видите через некоторое время движения что впереди какое-то здоровенное бревно перегородила вашу дорожку метрах в 40 50 здоровенно такой что мы перелезть через него не можем не он просто видите бревно лежит а бревно типа бревно что такое возможно бревно может быть лучше в это камнем каким-нибудь кин вы остановились что-то из камноле ней это бревно и встает булькающий звук давайте обойдем давайте обойдем насколько счете еще через камноле ней она поднимает морду картинку ведь и ползает перпендикулярно дороге ныряя в болото и исчезает пузырях она ушло но может вернуться на выглядит эта штука явно небезопасно как думаете съедобная или я не хочу проверять чем она питается я пытаюсь могу ли я как-то хоть что-то понять об этом существует представляет ли она опасность выглядит ли она хищным то чем она питается ну ты можешь можешь предположить что она плотоядная но она довольно медленно она двигается со скоростью идущего человек а то есть если что мы судя по всему можем от него убежать а если может быть там много ну как это другой стороны раздаются жужжание и стук крыльев и сучно лучше здесь не задержит метров пятидесяти пролетает вот такая вот штука размером в пол человека муравей хорошо что не рад дорога я начинаю потихонечку паниковать она реально вот так вот она вот так вот светит светит изо рта как фарами и что-то периодически ножками передними отрывает во мху и и трясине отрывает что-то ножками во мху и трясине вам ху и трясине непонятно мария надо думать не об этом ускорившись идем ускорившись у нас нет вариантов нас обступили она кажется увязывается за вами но вот заметил она у нас заметила и она не выглядит дружелюбно вот этого штука я команду я команду остановиться и открыть огонь муки окей но вы прицеле далеко не можете стрелять снова его спугивать она исчезает тумане а ну тогда ускоряемся и уходим просто да через несколько минут ходьбы вам на пути выпадается замшелая вывеска видимо вывеска на которой раньше был нарисован какой-то прекрасный цветущий город с проржавелым названием расчистив эту вывеску вы видите название города мистент туманный предел вот условно полон ту мистент да вот вместо добавил туманный предел население ничего не написано мистент ну идем что это же по нашему проблеме нам сворачивать особо некуда мы все равно на этом болоте хотя мы знаем как он называется с таким-то названием не кажется ночью будет еще больше тумана автоман их может спрятаться много чего а есть ли у нас выбор мы либо остановимся здесь и нас сожрут слизни стрекозы и плод и прочие рад тараканы вы замечаете что место начинает немного меняться болот начинает чуть углубляться и периодически торчат какие-то конструкции из земли точнее из болот видимо это останки от бывшего исходято города и через несколько сотен метров перед вами наконец открывается впереди картина городка который расположен на руинах бывшего когда-то с высотными зданиями большого города издалека увидите на своих это он типа на своих на остаться на остатках бывших домов да вот это то что на чем мы построены это бывшие небоскребы а это сам городок приближаясь вы видите огромное но были как небоскребы часто не очень большой судя по виду несколько сотен человек может быть живет приближаясь вы видите что здесь начинаются какие-то фермы на которых выращивают мхи на них работают местные жители довольно серые люди люди да люди гули других существ не видно а видно ли вооружен или все носит оружие но так знаешь по законам дикого запада вот что-то дробовичок где-то стоит у кого-то там на боку висит пистолет они издалека из-под лобби с подозрением на вас посматривают сейчас вы проходите мимо ферн несколько сотен метров несколько ферн там расположены на них выращивают на нитках растянутые мхи какие-то этим хи видимо собираются и потом ну такие знаете как вот если смотрели фильмы про филадельфию южный штат вот такие вот как черчхела из водорослей которые они еще и чуть посвечивают эти водоросли а где-то а где-то вы видите даже выращивают каких-то похожих на кабанчиков существ которые похожи на кабанчиков но они без ноги и ползают как как начнется не знаю как-то так как вот тут слезняк в грязи я думаю что надо идти туда потому что мы можем там раздобыть какую-то информацию возможно какую-то помощь потому что если мы просто сейчас пройдем мимо мы вроде бы они выглядят не опасно спа обычная пуст пустошное поселение возможно нам удастся чем-то там даже разжиться там типа торгануть или как минимум узнать что-то вы проходите дальше и дальше вот перед этим мосточками я вам еще раз покажу чтоб вы представляли себе перед одними из мосточек которые ведут к этому городу большие ворота на них написано сваркой так mist end из сваренных прутьев и под ними стоит и курят какую-то болотную траву пара местных жителей в видавших виды броньках таких они все такие у него не вся одежда такая вот как все вокруг грязно-коричнево-зеленого цвета как будто в них эта плесень уже въелась и растет прямо во всем чем только можно в одежде в том числе и лица у них такие ребристые оспины видно что здесь условия жизни не сахар вот там двое человек их стоят видимо на карауле вооружены винтовками рядом с ними стоит брами запряженный знакомый нет не ваш ребятки если у нас у кого-нибудь уговоры там есть какой-то навык речь а вот настолько я им не владею что даже название за но я с тобой солидарен десятка есть то есть вы хотите сказать то что это я тип самый красноречивый а у тебя сколько 15 они увидят вас так немножечко насупились передернули там за створу своих винтовок они 25 25 изменить вам хуенота нашли ну да ладно да ладно дально восстановитесь подозрением как вы действуете отправляем руки на договоры да и показывали я бы тихонечку поднимаю руки мужики мужики тихо спокойно все все нормально все нормально мы путешественники ну тогда добро пожаловать наш город путешественники с чем пожаловали не грабить пришли не насильничать зачем нам это 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 вы пожалуйста крейдером не к нам путешествуете видим налегке значит наверное все что нужно по пути собираете приходится как иначе я и я показываю связку лягушек которую я которых я потихонечку не суну на веревочке и сушу откуда путь держите куда а как насмелось вообще-то локация которая у нас сам чего на запад чем-чем стоп за за и владель чопа из пустыне идем тихонечку высказали скалмов прошли почти прошли через холмы наткнулись тут на некоторые неприятности поэтому мы сейчас на легких так вы мы конечно не прошли столько времени нибудь у нас до этого поклажа переплет такой себе получился а что курить можно сигаретку они переглядываются грыт конечно и протягивать тебе такой косяк набитый грязно-коричневого цвета я закуриваю 1 бесплатно даем ну я я затягиваюсь любом случае прям сразу терпкая штука тебя так хорошо прикрывает дальше переговора пока вести не можешь ушел в себя те переглядываются со смехом такие гниловатыми зубами но представляете этих ребят я думаю не как в наших не как в наших здоровых городах переглянулись один другого где другом подмигнул и он смотря на вас будет ну по 10 крышечек и добро пожаловать наш город с человека у нас есть бюджет кто про человека с человека по 10 крышечек ну понятно у нас есть бюджет какой-то давай такие лишь три до сотых это будет ваш бюджет может 4 давай 4 хорошо уломал только что выбил нам где-то на до сотых кубиков нету вот и а до 100 их нужно четыре раза кинуть и записать результат вот так давайте первый раз кинул 93 нифига себе ты везучий первый он личная крышечка на марину даже крышечка есть так кидаю второй раз 8 в сумме неплохо 3 кто кто-то записывается куст секретарь пока что одна крышечка у вас пока что так 93 8 еще кидаю третий раз 38 38 да еще последний и последний 68 58 это ваш бюджет сколько в сумме бюджет довольно скромно учитывая что хорошие пистоли там по полторы кры тысячи крышечек могут стоить тем богат ты калькулируешь что-ли там сюда да еще завод чуть-чуть быстрее оказался и хоха 200 200 200 207 отнимай 40 сразу потому что нам нужно стоять стоять марина не человек она робот ты сейчас будешь какие-то с ними дискуссии они не играли еще мы играли да ладно 40 50 40 все предложил 40 40 40 207 минус 40 я посчитаю за вас получится 167 как-то 270 минус 40 207 адрес им понял этот который вы передаете оживляется кладя крышечки в карман играть ну раз вы поддержу способны давайте я вам экскурсию по городу проведу если бесплатно пойдемте все включено говорит он представляет город город довольно небольшой несколько островков живет ну как я уже говорил несколько сотен жителей но может быть между между четырех стоять пять четырьмя и пятью стами чек довольно много для под по тем меркам болотистым основные вот пока нас водят основные его достопримечательности значит вы проходите мимо у входа находящийся таверны туманный покой вам про не рассказывают владелица этого местная жительница хельга крупная женщина бывшая рейдерша мечта поэта до бывшая рейдерша который оставил свое прошлое чтобы управлять таверной с ней вы еще может познакомитесь дальше больница местная которой управляет доктор доктор эллис не отнесут важно как его зовут может быть вам не потребуется рынок небольшой болотные глубины в основном там представлены дары местных вод это всякие члены членистоногие пресмыкающиеся и очень много всяких трав мурав водоросли и всего прочего собственно это основная статья торговлю здесь это вот эти травы муравы и нас всякие вот на их основе сделанные лекарства дальше мастерская называется стальные стальные когти там кузнец который делает местные местным жителям все необходимые инструменты оружие чинит ну из одной приторговывает оружием который он приходит с караванами и главное центральное здание ратуша ратуша в которой заседает по рассказам этого же джеба как он представился мэр олдрик ван вейл это их главная достопримечательность города после это ратуши потому что этого мэру олдрик ван вейлу столько же этому городу он гуль он бывший физик ядерщик который здесь остался еще после войны и так никуда и не ушел поэтому знает все обо всем и он заседает ратуши поэтому горит этот джеб отдыхайте устраивайтесь советую вам зато останется нашей гостинице и попробовать местных краба крыс это наш просто писк сезона рулетики из них очень вкусно до завернуты когда они водоросли вот этих рулетика запекается это все на углях просто объедение если нужна будет работа горитон то зайдите к мэру у нас у нас всегда найдется чем заняться потому что местные все так заняты да и не любимый по болотам шляться а вы раз уж проходите может и пригодитесь на что за сим говорит он я вас оставляю добро пожаловать в мистер откланивается и уходит народ на вас смотрит сначала с небольшим удивлением дети бегают за вами местные чумазы но потом целом все привыкают и город возвращается к своей обыденной жизни а вы стоите его центре куда пойдете чем займетесь сейчас время вторая половина дня для начала по хорошему считают что нужно воду ночлега распознать то что если мы сейчас без провести и без бабла пойдем дальше то это смерть но это мы к вечеру успеем конечно я предлагаю нашему роботу и нашему ремонтнику отправиться в мастерскую потому что нам нужно решить вопросы с починкой нашего железного друга я конечно же отправлюсь к мэру вот ну а оставшемуся нашему товарищу предлагаю сходить на разведку просто пошататься там что-то по узнавать давай тогда я с роботом пойду в мастерскую тогда я шатаюсь по глобу слушаю слухи в таком случае марина гарантированно за 20 на мне за 20 сушечек получат получат починку кто еще чем занимается мне мне конкретно интересно пока я шатаюсь услышать может кто-то говорит о непосредственно этих супер мутантах может кто-то их видел может они сюда заходили или где-то недалеко ходили они далеко от пустыни не ходят судя по всему поэтому они тут слышать только шапочка в любом в любом случае я ну я как бы хожу по городу слушаю и шатаюсь в основном по рынку по рынку хорошо я тогда как это будем считать что я ему дал установку на то чтобы он разузнал еще что-нибудь про работенку потому что мы остались без денег у нас немного как мы выяснили припасов тоже поэтому нам нужно как-то вертеться значит нужно что-то разузнать про работенку в том числе хорошо тогда хожу прислушиваюсь может кто-то что-то страус ты чего уже отремонтировались надо пошел вместе хочу же есть если пойдешь вместе ты сможешь пытаться им разговориться что бесплатно починили обмен опытом все такое каким ты там молотом бьешь он расскажи ему он тебе скажет каким он вместе побьете молотами и после этого он тебе сделать скидку у тебя такой большой мол надуть меха это мол то становится бить намного легче но я и сам не прочь саблей помахать обычно как-то один тренируюсь я могу рассказать секрет как сделать так чтобы когда надуваешь они не рвали не только лишь все короче бесплатно там почти это раз ты развлекаешь такими интересными разговорами мастер мастера а то и приплатят так ты патаст пока узнал узнаете расскажу какие слухи узнал чуть позже дожжи да а ты лемминг рассказывай дождь я отправляюсь к мэру потому что я серьезный человек есть смысл встретиться серьезным человеком да на входе тебя встречает робот-секретарь который просит себя доложить по какому вопросу вы пожаловали уважаемую меру хотелось бы ван вейл мэром хотелось бы пообщаться с мэром ван вейлом в конце концов как был он так сказать сам олицетворение города хотелось бы собственно с ним поговорить обсудить какие-то у вас назначено нужно спрашивает он под нет не назначен как я могу передать ему о ваших компетенциях что я могу ему доложить доложите что как бы я возглавляю группу так сказать людей которые могут быть полезны своими навыками для поселения ну и как-то так в общем в общих чертах опишу навыки что где-то там умеем ремонтировать послевлять потечить как бы и в общем даже иногда подумать вот и решаю что наверное я могу все-таки поделиться информацией о том что у нас есть друзья так сказать на востоке откуда мы пришли но не раскрывая что речь идет от нового чё-то робот просит тебя подождать пару минут и отъезжает за дверь через некоторое время он выезжает говорит что чтоб ты следовал за ним ты заходишь в ратушу ратуша носит на себе еще былой лоск это видимо раньше и было какое-то административное здание на нем висят мне в ней висят дожки сохранившиеся картины портреты где какие-то непонятные мужики в париках стреляют из пистолетов друг друга в общем что-то такое совершенно совершенно античное да совершенно античное если а ты поднимаешься вслед за роботом второй этаж и за большими дубовыми дверями которые тоже уже такие покрыты местами плесенью от влажности находится довольно таки солидный кабинет в конце которого сидит мэр ван вейл собственной персоной собственной персоной да он курит сигару и указывает себе на кресло перед его столом заходите уважаемый горитон я конечно же присаживаюсь приветствую добрый могу я вам предложить что-то выпить из довоенного даже есть кое-что раз уж гости конечно не могу не могу так сказать как это оскорбить вас отказом да он уходит открывает шкафчик говорит знаете ли вы чем виски отличается от бурбона знаю ли я да конечно же знаю и что вы предпочитаете что я должен предпочесть да вот вопрос я думаю что я должен предпочесть виски потому что как бы это более патриотично на самом деле бурбон североамериканский человек бурбон североамериканский до предпочитают то что более патриотично бурбон это как коньяк и бренди понимаешь виски имеет право выдачи не имеет право в целом называется то что произведено в англии до англии производится виски а в новом старом свете производится виски а в новом свете производится бурбон конья тут тоже она знает я тут тоже не гигантский знаток насколько помнят мы будем считать что он предлагаете бурбон до прекрасный бурбон 1950 года настоянный запахом южного дуба говорит он может быть вам и сигару могу предложить я прекрасно я ну я не знаю нужно почтить хозяина так сказать конечно же согласен он дает тебе сигар сигары местные говорит но хороший табак сами выращиваем правда не совсем тот который был до войны но по эффекту очень похож да и по аромат как говорят у меня как вы видите то что воспринимает ароматы несколько по издержалась за те годы что я у руля не нравится сам акт курения за процесс сложно так сказать нелегко встретить на пустошек ценящего подобные удовольствия человека да так вот я слышал от моего секретаря что вы можете решать различного рода вопросы имеете такой опыт да ну конечно не всесильный он тебя налил бурбонов красивый стакан такой пожелтевшие стекло но все равно видно ну я так останавливаюсь так сказать мы конечно не все сильны но в тех рамках которые нам доступны мы действительно кое-что умеем мне вы знаете могла пригодиться ваша помощь я думаю что мы с вами договоримся с таким человеком очень приятно будет поработать по сотрудничать мы здесь производим большое количество лекарств микстур и всего прочего что помогает различных болезнях в том числе и при заражении радиацией но самому себе а вот body пишет а бурбон на кукурузе кстати но ему виднее что вполне возможно войдем с профессионал мы вытворили но он нам пишет в чатик не совсем уж но он дух его с нами возможно я говорю я не буду спорить поскольку я небольшой знаток на самом деле алкогольных напитков к сожалению body у нас для этого есть жошу вот растим так вот говорит он помогая другим я в некотором роде не могу помочь себе меня последнее время гложет одно заболевание вам людям не понять а нам гулям такое такое встречается когда омертвевшие ткани поражает определенного вида грибок который сильно сокращает нашу казалось бы почти бесконечную или как минимум очень долгую жизнь но взяв пробы с разных мест на болотах я выяснил что я здесь одно существо которое может помочь мне в производстве лекарства которое может помочь мне в этом не дуги и что существо существо ничего особенного я вам потом расскажу подробнее но проблема даже не в этом проблема в том что прошлая группа посланной за этим существом не вернулась звучит довольно опасно и самое простое существо но в общем и группа была прямо скажем такая не читаваший как мне уже довожили так пацаны с пустоши серьезные люди мы конечно серьезные не просто пацаны с пустоши но как вы понимаете мы тоже не всесильны если бы вы могли нам как-то помочь сколько стоит три дня вашего времени для убийства одного существа говорит он и кидает на стол картинку ничего особенного размер всем 10 метров проблема с радиацией течеством некоторые есть но если вы сможете преодолеть то вы легко его уничтожите и заберете у него вот эту самую железу видите это впереди на фотографии фотограф хороший кстати доктор фотографировал жаль только фотоаппарат удалось достать это выглядит как сложная задача можем ли мы подумать над тем интересно ли нам это подумайте конечно подумайте говорит он тогда я думаю что мне нужно давайте так мы вам оплатим одну ночь в гостинице с постоим а вы завтра с утра сообщите о вашем решении какого бы оно ни было пользуйтесь нашим гостеприимством до завтра давайте поступим я обсужу со своими товарищами собственно примем решение не будем заставлять вас долго ждать фотографии можете забрать с собой горит у меня таких несколько спасибо спасибо это пригодится не буду вас задерживать спасибо я откланиваюсь тебя размышляя показывать ли фотографии ящик какая-то ящик тем временем джош узнает слухи о том что здесь какая-то группа была ее послали она не вернулась у мэра есть какие-то проблемы которые сейчас решает поэтому ищет ищут приключенцев местные никто идти не хочет из местных слухов ты узнаешь что на болотах живут из опасных только более-менее три вида вот этот недавно появившийся этот аллигатор ты про него слышал как громовержец ты только не знал что это аллигатор громовержец и громовержец кто там говорил потом потом я скажу как называется этот слизень момент туманный слизень это вы вероятно и увидели ты делаешь лучше наверно это вот он и был туманные слизни опасны тем что если на них нападаешь они из себя могут источать газ и радиацию и клювокрыл вероятно вы тоже увидели они обычно живут по одному но могут встречаться и по несколько и их опасность заключается в том что они плюются кислотой также могут генерировать вспышку света которая ослепляется вокруг а также про каких-то таинственных местных маленьких разумных существ они только здесь свои пушистые любят воровать и оставляют везде свои тотем на контакт не выходит потом у меня какой-то вот что-то вот что-то вот что-то какое-то воспоминание не могу вспомнить какое и без шуток что-то вот я вспомню однажды вспомню что-то типа и нота вроде бы уже фигурировала или нет ну не суть нет я все-таки решаю рассказать давайте 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 да вы как встречаетесь потом марину починили ее робота да вы встречаетесь таверна да у нас есть две точки интересов да типа рынок рынок это верно рынок вроде бы никакого ничего интересного типа дополнительный себя не представляет получается да ну я хотя бы про цену узнал пока там хоть и так подозреваем между что в отеле так называемом рынок открыт рынок открытый находится на нескольких больших платформах которые стоят на этих на кольях как называются на своих да вот здесь можно найти местные редкие артефакты травы свежие болотные продукты нет я имею ввиду что вот у таверны есть хозяйка какая-то которая тоже может представлять некоторые хозяйка до бывшая рейдерша которая я думаю что нужно с ней пообщаться поэтому нужно всем собраться пойти в таверну потому что больше нам вроде бы все равно больше никуда податься пойдемте в таверну пообщаемся с хозяйкой а потом я расскажу всем эту историю потому что так правильно прошу зайдя в таверне у вас встречает когда вы зашли в таверне вас встречает здоровенная такая тетка под два метра ростом лицо покрыто шрамами татуировки руки в татуировках видно что у нее было богатое прошлое на лице нам датуировано здесь улыбка типа того и челька ну по черепу лицо татуировано она горит так это вы новенькие мы мы оружие доложила вас до просила вас позаботиться так что лучшая комната вам будет предоставлен на эту ночь а также уже информация распространяется город небольшой говорит она садитесь отдыхайте сейчас вам все накроют спасибо спасибо можете ли вы что нибудь интересного рассказать про мэра про город а кто готовить вам будет тогда грязи для давайте сейчас поедите а потом уже поговорим ну давайте она уходит и выносит вам сначала кого-то местного варева такого типа компота сладкий компот со вкусом рыбы я не знаю и зеленоватым зеленоватыми в плавающим фракциям угощайтесь это наша фирменная говорит она утренний туман называется спасибо она уходит готовить оставляет вас вы за столом конечно какого только не ели я начинаю есть и как она на вкус я ж говорю сладкая со вкусом рыбы а я взмахиваю руками начинаю еще быстрее есть питательно электролита все такое что нужно о чем общаться быть но я пока всю диспозицию рассказываю это оборачиваюсь мистер нокс мистер нокс тут слухи ходят в общем то послушал я немного на рынке о том о чем говорят говорят то что тут какие-то проблемы у местного мэра произошли уж какие конкретно никто не говорит но он по своему делу послал группу приключенцев скажем так на болото что уж там он искал что они искали не знаю но они не вернулись больше после этой группы никто не соглашается на как они говорят самоубийственную миссию вот и говорят то что на болотах обитает три вида существ которые ну по крайней мере наиболее наиболее опасны это некий громовержец я так и не понял что это за тварь знаете это как будто именно рицательная такое ощущение что он там возможно даже один некий туманной слизень я думаю что возможно мы его с вами мне даже кажется что громовержецами назывались крокодилы в игре про его роба крокодилы но это не точно рассказывал собственно по туманного слизня и то какую опасность он несет да то что он источает газ если на него нападает и радиацию но если слышно можно пересказывать но собственно я это все делал все это рассказывают да 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 и напоминаю про этих местных воришек которых никто но которые оставляют оставляю до амулета нас на месте своего пребывания слушать выше там амулет находили после на ночлег первого до того как у нас от товарищ сбежал предатель далековато далековато когда кто знает как они куда они заходят типа если они амулеты оставляют просить мало ли это один возможно но что нам это дает ну это уже на ту место спрашивать возможно не знаю очень прийти амулет покажем местным амулет спросим может быть они действительно что-то расскажут я тогда рассказываю про миссию мэра что я знаю про вот эту самоубийственную миссию что громовержец действительно возможно там один что это огромный аллигатор и могут быть проблемы с электричеством поэтому понятно почему радиации и радиации очевидно тоже мэр предлагает нам не заставляет но предлагает нам справиться с этим существом принести его кусочек и тогда мы обзаведемся так сказать союзником для нашей миссии возможно что очень ценным потому что это все-таки правительство города располагает ресурсами но для меня важно понимать насколько по вашему мнению мы готовы взяться за эту миссию потому что если мы не готовы то лучше и даже не пытаться не на одну смотри так свисту свисту на это ты вот убегал у нас здесь пары скажи мне нашел ты или что-нибудь такое дальнобой уговорил то что на рынке нет ничего из оружия вроде бы как он говорил то что оружие оружие продается у этого кузнеца тогда этот каус видел ли там ну хорошо тогда вы тогда мы убили чем дальнобой да у него основной набор оружий был там винтовка снайперская гранатомет какой-нибудь найдется даже минометки ну смотрите смотри ног если в принципе к этой заразе не подходить близ думаю по понятности причин то издалека чем-нибудь сжахнуть то его может на на худой конец если не прибьем так убежим я хочу сказать что сверилась со своими со своей базой знаний да у меня конечно там нет информации по местной фауне но есть информация по аллигаторам которые существовали в мире до войны и единственным их уязвимым местом являются глаза все остальное довольно-таки непробиваемые а пузо а пузо она тоже жестко это считать весь кожаной толстой броне для миссар не подсказывайте место это по сравнению со спиной кузикал пикнятник все таки построить цирпан ну на мой взгляд полагаться на какое-то чудесное оружие мы вряд ли можем потому что этим чудесным оружием еще нужно обзавестись его нужно еще применить его и нужно чтобы это еще и сработало а вот история с какой-нибудь ловушкой вот это интереснее вот тут мне кажется у нас побольше шансов если действительно глаза то вот как бы может быть у нас есть шанс воспользоваться собственно одной из этих стрекоз которые могут атаковать светом может мы сможем ослепить этого аллигатора а дальше уже с ним расправиться как вам как по мне лучше подойдет что-то взрывное она просто и осколками глаза давайте рассмотрим разные возможности потому что у нас прямо сейчас нет ничего дальнобойного и нет ничего взрывного вопрос в том чем мы сможем воспользоваться сможем ли мы от мэра получить какие-то припасы которые нам помогут если сможем получить что-нибудь дальнобойным может быть взрывное в общем тоже вариант а может быть действительно нужно воспользоваться стрекозой если это болото это вся всякая жизнь дофига может быть есть что-нибудь что способна разъесть и вам это время приносят еду что бог пошел те сам те самые крабокрысы местные в рулетиках которых вам так рекламировали хлеб из водорослей наверняка вкуснятина и похлебка какая-то со вкусом водоросли налоги давайте поговорим с хозяйкой и узнаем может быть она что-нибудь там интересно расскажет до хельга готова к разговору кушайте говорит она спасибо благодарю спасибо госпожа хельга знаете ли вы что-нибудь про громоверца громовержец крокодил это что-ли недавно появился буквально месяца полтора как интересно интересно что нибудь такое произошло что он появился он же не мог просто вдруг сам возникнуть из воздуха да нет ничего особенного у нас вообще места тут такие необычные говорят еще до войны были лаборатории которых разрабатывались какие-то каких-то генов делали или такое или терапии блин я вот не помню по лору братство стали в курсе про этот вирус нового человека как он-то назывался который там на спите смерти создал как-то чего ну ты в курсе как у нас когти смерти появились суперматант пока это к нашей игре не имеет отношения но сейчас это же это ран клава анклавовцы сделали всех этих суперматантов точнее правительство сша бывшие да ну да по 3 1 ас точно вспомним процесса стали но потом просто стали позже уже возникло да нет она права на лабораторию точно ну да но на нем я между не имеет отношения пока это не вижу слова это отношение имеет текущей ситуации можно сделать вывод они почему можно сделать вывод что как раз таки есть есть лабораторий значит там может быть вирус вместе с вирус то значит это зараза может быть ни одна все может быть суть том что появилась штука недавно она говорит да впрочем наверное вот как поставок мэр захворал так и появилась вот так вот что-то что-то это подозрительно думаю я себе мэр захворал и появилась вот эта штука и были лаборатории так какие-то еще что-то там это легенды сказки я ногу ну сказки они же не на пустом месте появляются а что вот вы можете нам еще рассказать про про этого как ходила кто-то может пытался там что-то как-то да вот недавно вас как этого группа пацанов не знаю где они оружие по находили но и себя корчили героев а сами сопляки сопляками стучали себя пятками в грудь как они решают любые проблемы но в общем мэр их и на нем больше их и не видели больше что еще можете может быть интересного рассказать что во что вас интересует происходит странного доброго не проходила школа странного жизнь идет своим чередом мы здесь на здесь у меня нас внешние проблемы не особо касаются если что-то там где-то происходит мы здесь болоте сила пересидим так говорим а как вообще здесь оказались то вроде же как бы другими делами занимались раньше с чего так решил да ладно шучу видно же по моим татуировкам говорит она да раньше я была в пустошах вольная женщина с другими ребятами ураганили но потом как-то решила я что если хочу до седых волос дожить надо как-то от этого дела отойти и вот однажды с караваном проходила им этого городка у меня был небольшой запас скоплен крышечек в том времени я выкупила старое здание и вот завела бизнес уже как 15 лет его виду я вижу вы мудрая женщина а может быть у вас остались какие-нибудь полезные знакомства сомневаюсь как в пустошах столько не живут справедливо справедливо может быть вот у моих друзей какие-нибудь есть вопросы я не знаю что еще можно интересного разузнать а мы же хотели про воришек спросить про местных показать амулетик да 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 а у кого амулетик наверно марин нет главным а хорошо тогда тогда пусть это буду я опять собственно показываю а это вас откуда на болотах нашли ну нет мы нашли еще до болот по пути сюда это дети балуются расставляют везде а потом пускают слухи про теневиков это сказки говорят здесь где то есть местный народец теневиков живет на болотах помогает кому-то кому-то наоборот мешает у фермеров ворует это все детишки сами балуются а кто-нибудь может побольше о них рассказать весь этапу фермеров спросить но они вам нагрузят три короба но это понятно конечно сказки сказки все любят рассказывать на полу конечно понятно я для себя запомнил что нужно все таки фермерам сходить поговорить неспроста это из просто она вас оставляет чтобы поели тем временем уже ночь пускается на город надо ночевать а утром идти к мэру она дает вам ключ будет на втором этаже первая дверь на вас как раз хватит квартирки вода там горячая стоит тазу даже горячая вода ничего себе ну все привал слышали вынимаетесь а ферма далеко или нет вокруг города она то есть это из города выходить такие же островки на которых насчет и выращивает быстро туда метнуться не получится спрашивать ладно тогда 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 отходите ко сну город погружается в ночной туман и звук пищащих уст слышали как устрицы поют по ночам в тропиках нет вот если будете нибудь джунглях устрицы реально петь умеет они так свистят что устрицы делают джунглях но вы ли если речки речки то есть это же довольно важно наступает наступает ночь первая спокойная ночь ко мне нужно дежурить и утром вас будет можно и роботы поспать перезагрузиться обновить утро встречает вас воплем женщины на улице джошите проверь не нарастающим голом да ты убегаешь на улицу там же собирается народ ты видишь что народ в шоке смотрит куда-то за тебя ты вышел из гостиницы я оборачиваюсь между первым и вторым этажа этажом прибитая какими то ли гвоздями то ли чем-то висит хельга она внизу лужа крови она аккуратно выпотрошена у нее нет глаз тонкие разрезы идут там где были жизненно важные органы которые тоже аккуратно вынут это мизансцена повисает над вами всеми на этом и сегодняшнюю серию заканчиваем как всегда оригинально нуар я хочу сообщить что убийца среди нас возможно возможно если если смотреть на весь наш контингент больше всего на убийцу тогда я подхожу бывший рейдер тоже здравствуйте все вот эти зверства мне это не нравится мне не нравится куда идет эта история до прежде чем попрощаться я всех причем попрощаться всех наших зрителей призываю зайти к нам дискорд чтобы посмотреть следующие серии потому что мы выпускаем серии раньше чем их чем начинаем снимать следующие поэтому вы можете посмотреть предыдущие но если вы не смотрите нас из 2000 раньше говорил 2025 года помнишь ли вы тоже ли елки пол если вы не смотрите нас из-за пределов сингулярности технологически когда мы уже не собираемся хотя я наружу с нейросетями у вас да я наверно четвертый раз вернусь тогда как раз там времени и буду говорить помнишь ли я раньше говорил из-за пределов сингулярности ха-ха-ха так вот да дискорд заходите а также а еще про телеграм-канал помнишь рассказывал наши телеграм телеграммы по своей другом поводе вот это наши деды наш программ сообщество заходить у нас на постоянно какая-то движуха в дискорде мы собираемся для того чтобы записать новые ролевки а также у нас есть настольный четверг когда мы играем на стоочки всякие разные в тейбл топе можно зайти посмотреть а можно зайти поиграть со мной сегодня играли марина бонзаец сибирский лемминг джош и электро страус с вами прощаемся до следующих раз счастливо а до живите долго процветайте точно как я мог забыть пока